Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Найдет место, где труба обязательно порвется. Новый метод обследования теплосетей с помощью робота начали применять в Барнауле. Грязь в салоне и отсутствие терминалов. Нарушения выявили в каждом из девяти проверенных автобусных маршрутах Барнаула. Туристы скажут спасибо. Новый мост и новая дорога соединит Алтайский край с Республикой Алтай. Три трамвайных маршрута сегодня были вынуждены изменить привычный маршрут. На Ленинском проспекте возле здания Пионера произошел обрыв электросетей. Образовался дорожный коллапс. Какой-то умник на Ленинском перекрыл движение трамваем. Оборвал провода, застрял под проводами. Сейчас будет на Ленинском пробочка образовываться на мосту. В пресс-службе Горэлектротранса сообщили, что обстоятельства произошедшего уточняются. Движение трамваев уже восстановлено. В Барнауле проверили девять автобусных маршрутов и во всех нашли нарушения. Очередной рейд провели специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту города. Проверку организовали на конечных остановках. Речной вокзал и Спартак-2. В этот раз особое внимание при осмотре автобусов уделяли санитарному состоянию и наличию терминалов оплаты. Это уже шестая проверка за полгода. За нарушения владельцам автобусов выписали уже 50 штрафов. Новый метод обследования теплосетей начали применять в Барнауле. С начала недели специалисты проводят так называемую внутритрубную диагностику. А именно с помощью робота-сканера, разработанного в Санкт-Петербурге, определяют, насколько изношены городские трубы. При этом всем известные гидравлические испытания тоже никто не планирует отменять. Чем новый метод диагностики отличается от опрессовки? Сколько участков специалисты СГК планируют обследовать в этом году? И снизится ли период отключения горячей воды? В нашем видеосюжете. Мы диагностируем участок на двух частотах. Дается напряжение на трубу. Сегодня робот-сканер работает на улице Исакова. Один из специалистов наблюдает за процессом продвижения робота по трубе на экране ноутбука. Чтобы исследовать каждый миллиметр металла и выявить его тончайшие места на 200 метров в обе стороны, подрядчик использует метод переменного намагничивания. На бездефектном участке ток равен нулю. Это синий фон. Бывают и другие цвета. К примеру, желтые и красные – свидетельство нездоровой ситуации в трубе. А именно вероятность ее скорейшего порыва. Специалисты говорят, что гидравлические испытания полной картины состояния труб не дают. При большом напоре рвется лишь там, где совсем тонко. А вот этот робот, который проводит обследование, это как раз та методика, которая сегодня выявляет полностью состояние трубопровода. И уже на основании результатов этого обследования мы можем четко выявить повреждения, которые произойдет в течение полугода, то есть в отопительный период. И, конечно же, мы эти повреждения будем после обследования устранять. Плюсов использования техники, разработанной в Санкт-Петербурге, достаточно. Есть и минусы для горожан. Трубы для обследования, к примеру, так же, как желудок или кишечник, должны быть пустыми совсем. Поэтому горячую воду тоже придется отключать, как при опрессовке. Процесс диагностики на Исакова немного затянется. Робот обнаружил препятствия на пути, поэтому специалистам пришлось применять экскаватор и копать еще один участок. Конечно же, мы будем думать над минимизацией сроков отключения потребителей. Все это, конечно, будем делать для того, чтобы сроки эти сократить и не уходить за те две недели, две с половиной недели, которые мы должны потребители отключать. Новый метод в Барнауле только начали применять. В ближайшие три года с его помощью планируют обследовать 65 километров теплосетей. Этим летом почти семь. После завершения работ на участке по улице Исакова начнут обследовать трубы по улице Молодежной в сторону Комсомольского проспекта. Всего нынче задействовать робота планируют на 14 городских участках, где трубы находятся в предаварийном состоянии. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Ответить на вопросы в прямом эфире. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 31 июля планирует провести прямую линию. На этот раз в социальных сетях. Трансляция пройдет с 17 до 18 часов на страницах главы региона, правительства Алтайского края, ЦУРа и в эфире радиостанции Катунифе. Вопросы начинаю собирать уже сегодня, сообщил губернатор в своем телеграм-канале. Писать Виктору Петровичу можно в личные сообщения ВКонтакте и Одноклассниках или через бота в телеграм. Те вопросы, на которые глава региона не успеет ответить, он разберется своими коллегами в правительстве. Свалка в центре города. В нашу редакцию обратились барнаульцы. Возле общежития по адресу Максима Горького, 44, скопилась большая куча мусора. Зловоние мухи. Уже несколько дней эта проблема никого не волнует. Пакеты с бытовыми отходами появились возле спиленных веток. По словам жителей окрестных домов, ранее здесь такого не было. Что стало причиной появления свалки, кто и когда займется ее ликвидацией, в настоящее время неизвестно. Наш корреспондент пытался дозвониться до руководства управляющей компании, которая отвечает за эту территорию, но безуспешно. Республику Алтай с рабочим визитом посетил министр транспорта России Роман Старовойт. Его интересовала реализация федеральных и региональных проектов, которые ведет управление федеральных автомобильных дорог Алтай. Встреча состоялась у моста через Катунь, больше известного как Платовский мост. В ходе рабочей поездки министр транспорта России Роман Старовойт и в Рио главы республики Алтай Андрей Турчак посетили один из объектов нацпроекта. Место встречи выбрано не случайно. Мост через Катунь у села Платова 90-х годов постройки соединяет республику и Алтайский край. Сегодня он в предаварийном состоянии, с односторонним реверсивным движением. Ситуацию исправит строительство нового моста. На сегодняшний день ограничена грузоподъемность до 7 тонн. Грузовой транспорт сегодня делает большое плечо, чтобы попасть как на Алтайский край, так и на республику Алтай порядка больше 50 километров. Цель строительства моста – это соединение двух регионов и экономического развития, как и для республики, так и для Алтайского края. Объект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, в регионе идут работы по строительству автомобильных дорог на перевале Кату-Ярык и Каракольским озерам. На федеральной сети в ближайшей перспективе расширение Чуйского тракта. Четырехполосное движение у нас заканчивается при въезде в поселок, в населенный пункт Саузга. А все вставится? Да. Соответственно, у нас заторвовый режим здесь, заторвовый режим здесь. Пятилетним планом строительства предусмотрена реализация проекта. Соответственно, этот участок у нас по существующему направлению имеет протяженность 21 километр. Время преодолевания пути в свободном режиме достигает до 20-20 минут. Соответственно, при пиковой интенсивности вырастает до 50 минут и 20. До часа. До часа. Основной вариант, который мы сейчас видим детально подъем, проекты прорабатывать. Это участок протяженностью 24 километра с двумя локальными обходами населенного пункта Саузга, населенный пункт Мужинопоп. В этом году начнется разработка проекта. Строительные работы планируются с 2025-го. Реализация объекта обеспечит пропуск транспорта на одном из самых загруженных участков федеральной трассы. В турсезон интенсивность движения здесь превышает 23 тысячи автомобилей в сутки. Кроме того, повысит транспортную доступность для жителей ко многим населенным пунктам, а туристам – к достопримечательностям. Юлия Цапко, Сергей Бертман. День с толком. Двух иностранцев задержали в Алтайском крае по подозрению в сбытии изделий военного назначения. Пресс-служба УФСБ по краю сообщает, что речь идет о запчастях для военных двигателей. Иностранцы планировали доставить их в одну из стран Центральной Азии, но ни лицензии, ни разрешения на вывоз из России у них не было. Изделие один из задержанных пытался провести в багажнике через пограничный пункт пропуска Веселоярск. На иностранцев в УФСБ возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастность других лиц. 21 килограмм украинских конфет пытались завести в Россию. В автомобиле, который направлялся из Казахстана, сотрудники Алтайской таможни и ФСБ обнаружили четыре коробки с конфетами. За рулем машины находился гражданин России. Он стал фигурантом дела об административном правонарушении, несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию. Теперь ему грозит штраф от одной до двух с половиной тысяч рублей. Автомобиль вместе с украинскими конфетами вернулся в Казахстан. Не допустить новых трагедий. На одном из пляжей Барнаула посетителям показали, что делать, если вы начали тонуть. И как спасти других, подробнее расскажет наш корреспондент Данил Кузнецов. Каждая секунда на счету, когда вы увидели тонущего. Первое, что нужно обязательно сделать, не паниковать и оплыть человека со спины, чтобы испуганный не накинулся на вас. Далее вытаскивать, держа его голову над водой. Если спасенный без сознания, наклоняемся, чтобы почувствовать или услышать дыхание и проверить пульс по артерии. После начинаем откачивать. Сверху надавливаем на грудную клетку. Примерно сантиметров на пять. И с частотой нужно 100-120 таров в минуту. Это примерно вот так. Через 30 нажатий необходимо сделать два вдоха. Перед каждым из них нужно дождаться, пока опустится грудная клетка. Повторять реанимационные действия нужно до приезда скорой, говорят спасатели. Но лучше вообще такой ситуации не допускать. В первую очередь не пить спиртное и правильно рассчитывать свои силы. Что бы с тобой ни произошло, ты не должен паниковать. Ты все равно выплывешь. Отдыхать, смотреть за собой. Главное пульс, правильно? Да. Главное двигаться вперед по направлению к берегу. Так или иначе. Любым способом. Конечно, бывают и форс-мажорные ситуации. К примеру, когда сводят ногу. Не стоит пытаться снять спазм. Это пустая трата энергии и времени. Лучше сразу, без паники, перевернуться на спину и плыть до берега. Первым свидетельствам, это, конечно же, выбирать водоем. Не ходить никогда в незнакомые места. Всегда проверенные, а лучше одобренные. Не оставлять их без присмотра никогда. И самим быть трезвыми. Потому что, когда родители выпившие, они не могут полноценно наблюдать за своими детьми. Наблюдательность в целом важна. Поскольку утопающий навряд ли будет кричать. Скорее начнет жадно хватать воздух. Поэтому в одиночку на водоемы лучше не ходить, чтобы не пополнить и без того мрачную статистику. В общей сложности с начала купального сезона в Алтайском крае утонуло 18 человек. Четверо из них – дети. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Житель Алтайского края Тимофей Корнаушенко после очередного курса реабилитации в Москве вернулся домой. Уже на протяжении 10 месяцев весь край и жители других регионов следят за восстановлением мальчика из Михайловского района, который получил серьезную травму головы, а потом шанс на спасение и счастливую жизнь. Тему продолжит Юлия Ощепина. ЛФК – регулярные физические нагрузки, нейропсихолог, логопед. Это уже привычные будни Тимофея из Михайловского района. Уже полгода здесь, в Москве, мальчик проходит реабилитацию. Радость мамина. Судорки мучают моего сладенького. Напомним, в сентябре прошлого года, после падения с велосипеда, Тимофей получил серьезную травму головы и тяжелые осложнения. Мальчик оказался буквально прикован к кровати. Несколько месяцев мама Тимофея добивалась госпитализации в федеральный центр. Лечение там дало плоды. Тимофей стал потихоньку ходить, разговаривать. Это просто чудо. Недавняя реабилитация была направлена на то, чтобы выстроить правильный шаг. К сожалению, этой цели Тимофей пока не достиг. За время нахождения в вегетативном состоянии стопа сильно деформировалась из-за спастики и судорог. Но восстановлению может помочь специальный ортез на шарнирах, который, кстати, индивидуально изготовили для мальчика в Москве. Покажи еще раз. Три, четыре. Молодец. Нейропсихолог вынес заключение. Тимофей сможет освоить обычную школьную программу четвертого класса и не нуждается в специализированной. Зимой. Капаешь. Будь здоров. С дружбом. С дождем. Я вам закладываю желание. Кстати, свой день рождения Тимофей отпраздновал во время реабилитации в медцентре. Спасибо вам большое за подождение. Я всех вас люблю. Целую и обнимаю. Сегодня Тимофей и его мама возвращаются домой и продолжат заниматься самостоятельно. А за прогрессом нашего земляка следит уже несколько тысяч человек по всей стране. Следующий курс реабилитации запланирован на осень. Валентина Аскерова, Юлия Щепина. День с толком. И к новостям спорта. В Барнауле впервые пройдет международный турнир «Великий шелковый путь». По хоккею на траве 5 на 5. В столицу Алтайского края приедут сборные команды Казахстана и Узбекистана. И, возможно, гости из Египта и Эмиратов Дмитрий Дроздов продолжит. «Великий шелковый путь». И речь пойдет не о ралли, а о хоккее на траве. А именно про новый формат этого вида спорта 5 на 5. Один вратарь и четыре полевых игрока для многих стран, в том числе и России. Это в новинку. Игра очень интенсивная. За счет бортов мяч не вылетает, не уходит в аут. Если он через борт перелетит, то аут, естественно. Но вообще интенсивность очень большая. Ну и очень интересная. Тут много таких комбинаций красивых, наигранных комбинаций много. От бортов, с бортом играть. Я думаю, что этот вид, самое главное, он будет вширь развивать хоккей на траве. Итак, на первый международный турнир по хоккею на траве уже точно приедут сборные Казахстана и Узбекистана. В течение 10 дней мы узнаем, будут ли среди участников такие команды, как Египет и Эмираты. Там решается вопрос с заявкой. А также среди возможных участников сборная Кубы. Однако противостояние сборной команды России и Казахстана уже будет хорошей вывеской турнира. Многие говорят о том, что мы не летняя страна, но однако же футбол у нас развивается великолепно. И если мы говорим международный уровень, футбол развивается в 200 странах, а хоккей на траве сейчас уже в 140. И более того, рейтинг наших команд до отстранения был 22 и 24. 22 в рейтинге были девушки, 24 были наши ребята. Практически топ. Сейчас наши сборные по хоккей на траве чаще будут играть в азиатской стороне, чтобы набираться игровой практики. И многие спросят, а почему не приезжают страны из Европы? Ответ простой и грустный. Всему виной Международный Олимпийский комитет, который для европейских стран ставит ультиматум. Например, если Нидерланды приедут к нам на турнир, то их в будущем могут не допустить до Олимпиады. Вот такие реалии. Поэтому принимаем то, что есть. И готовимся к турниру «Великий шелковый путь». Будет интересно. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А у меня на этом все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Если у вас есть интересные и актуальные новости, звоните. Через несколько секунд о погоде, мира и добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok